В Чувашии завершилась региональная конференция некоммерческого партнерства объединения производителей железнодорожной техники. Два дня ее участники знакомились с предприятиями, где уже налажено сотрудничество с объединением. В их числе промтрактор-вагон и сеспиль. В настоящее время предприятие промтрактор-вагон испытывает трудности. Сказывается в целом экономическая ситуация, сложившаяся в стране. Заказов мало, признается ее руководитель. Но выход, конечно же, есть. Выйти на новый уровень и начать производство вагонов на тележке с нагрузкой на ось 25 тонн. Поэтому все усилия мы к этому прилагаем. В настоящее время три вагона находятся на испытаниях в испытательном центре города Новоалтайска. Во второй половине 2015 года планируется начать выпуск подобных тележек. Их конструкция более технологична. Она легка. Используемые полимерные материалы уменьшают вибрацию, что в целом увеличивает срок эксплуатации всего состава. Что касается вагонов, то предприятия работают, используя технологии импортозамещения. Вчера в докладах руководителей ваших предприятий там много очень интересного есть, прозвучало. И исходя из этого, через неделю еще группа моих коллег приедет. Уже узкая специалистов по отдельным направлениям. Есть интересные разработки, которые, я надеюсь, получат путевку в жизнь с нашей помощью. И будут растиражированы. То есть инновации превратятся в бизнес. Очень важно, чтобы инновация не ради инновации, а чтобы инновация работала. Самым крупным заказчиком продукции промтрактор-вагонов в последние годы была федеральная грузовая компания. На сегодняшний день он интересный. И то, что на сегодняшний день у него есть наработки. Это вагон с нагрузкой 25 тонн на ось у усиленных грузоподъемностей. И интерес, безусловно, есть. И мы надеемся, что закончится сейчас сертификационное испытание. И когда он будет представлен нам для, можно сказать, для показа. Естественно, конечно, мы наблюдаем и отсматриваем его технические характеристики, как они проходят испытания на сегодняшний день. Безусловно, интересно. Главный вопрос остается в цене. У промтрактора есть конкуренты в лице Тихвинского вагоностроительного завода и Уралвагонозавода. Но, как признается Сергей Порядин, стоимость их вагонов трудно окупить. И если чувашское предприятие сделает правильный маркетинговый ход, оно вновь приобретет крупного заказчика. Еще одним постоянным партнером объединения производителей железнодорожной техники может стать предприятие «Сейспель». Разработка танк-контейнеров и цистерн стала для них приоритетным направлением. Анастасия Алексеева, Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.